Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 20 июня 2020 года. Вчера мы сделали небольшую вылазку на Крутистское подворье с группой энтузиастов, с нашей командой. Сюжет будет отдельный по исследованию. В этом ролике я приглашаю вас на прогулки по допотопной Москве в июле, пока нам всем дают такую возможность. Прогулки будут проходить по субботам 4, 11, 18, 25. Заявки присылайте на почту, ссылка будет дана в описании. А сейчас посмотрите небольшой сюжет, отчет с нашей прогулки. Мы небольшой командой из мельчаков идем на Крутистское подворье. А с нами человек, который... Ира, Ира! А с нами человек, которым можно обниматься, потому что у него есть антитела к ковиду-19. Ира, по-моше. Вот она выжила из этой страшной ситуации. А мы ее поддерживали все. И я это чувствовала. Так, вот допотопный дом. Стены старые допотопного дома. Вот уровень земли, как откапывали. Вот они, неровности. Неровности. Старый дом. Это еще. Там еще. Ух ты! Вот это да! Это где-то... Это даже больше метра, я бы сказала. Наверное, метра двадцать стеночка. Так вот, если здесь такие стеночки, то что на них эти пятиэтажки не ставить, да, кирпичные? Здесь и стена толщина полтора метра. А потому что только, видишь, деревяшки нашли, чтобы доделать. Деревяшки только нашли, да. Ну, хоть сохранили. Так, вот эта основа у нас была. Дом целый. К нему пристроен тамбур. Обычно это делается тоже для того, чтобы войти вниз. И тамбур холода подкапывает. И деревянный верх. Мы подозреваем, что этот дом могут снести. И вообще за время наших прогулок мы запечатлели очень много зданий исторических, руинированных, которых уже сегодня нет. И мы стремимся успеть запечатлеть эту исчезающую красоту. Ну, она может быть и девятнадцатого века, кстати. Ну, уже после потопная, естественно, потому что это уже тамбур такой. Это уже тамбур, понимаете, да? Но они еще и старались, они сделали красиво. А тут вот еще красоты уже не сделали. Да, там уже не сделали. И там просто налепили, а сделали дом, чтобы жить. Вон кирпичная стена. Ну, да. Смотрите, прямо сверху. Прямо лепили? Вот так вот. Лепили, да, из того, что было. Я не обращала внимания, когда сходила сюда. Это был 2040-й. А потому что к этому не привлекали внимания никто. Вот она, получается, комбинированная. Вот комбинированная, да. Кирпичная стена. Вставляют вот туда, врезают этот тамбур. Вот интересно, такая арочная окошко. Да, да, да. Да, да, да. А его закрыли. За штукатурили. За штукатурили. И было бы не видно, если бы кто-то не отодрал досочки. Зачем кому-то на шашлык, наверное, досочки пригодишь? Да, это пластик. Да. А, пластик, да? А тут полоски, смотри. Тут полоски, что ли? Нет, это тамбур они сделали. Это встройка. Вот это встройка все. Это встройка тамбура. Это войти бы вовнутрь, тогда можно было бы сказать его конфигурацию архитектурную изначально. Там уже арки не видно. Ну-ка. Ну да. Тоже окнище. Ну да, вот они, окна конкретные. Нормальный дом был с окнами, как положено. И рама даже есть. Вон, вон. Ну там. А, нет, там же все заложено. На Крутицком подворье. Вот вчера мы попали в Сенейшийград. Сначала была отличная погода, потом гроза и град. Но стены Крутицкого монастыря укрыли нас. Такая силища этих стен, кажется, никакая силища не страшна. Ну, смотри, какой был. Гроза. Гроза. Девочки, вы согласитесь, что в таких стенах ничего не страшно. Они настолько надежные. Да, выдержите. Гроза. Надежные стены Крутицкого подворья. Где-то час мы пережидали грозу и град. А потом опять восстановилась прекрасная погода, солнце. Но стало приятно, свежо. Москва очистилась таким дождем. И мы продолжили наш маршрут. На таких прогулках мы учимся распознавать обкопы, пласты грунта, целые участки, которые поначалу принимаются за естественный рельеф. Учимся различать допотопные дома от современных и послепотопных по характерным признакам. То есть это научный подход, а не версия и предположения. Это факты и алгоритмы распознавания через практическое обучение. Ну, плюс команда единомышленников. В середине маршрута мы всегда отдыхаем в кафе и общаемся, обмениваемся информацией. Вот в данном случае рассматриваем след от двери. Ну, она там и есть, в принципе, дверь. Как бы сразу на второй этаж, на деревянную часть дома. Такие двери и лестницы прямо на второй этаж встречаются на старых фотографиях Москвы 19-го, 20-го, начала 20-го века, потому что первый этаж затоплен. Вход, соответственно, в здание под грунтом, под глиной находится. И для того, чтобы можно было уже как-то жить и что-то выживать в этих условиях, делали лестницу прямо снаружи, с улицы, что называется, на второй достроенный этаж. В середине маршрута мы отдыхаем в кафе и общаемся, обмениваемся информацией. Вот мы отдыхаем на веранде. Суп-корчо у меня. Здесь меня восхитило вот такое тарелище. Грибным супом. Все это пристыло. Домой мы возвращаемся поздно, уставшие, но довольные. Расстались на нашей любимой допотопной станции метро Новокузнецкой. Вы можете посмотреть мой фильм-исследование по станции метро Новокузнецкой на канале. За прогулку сжигается около тысячи килокалорий. Всем отличного настроения. С вами была Галина Конышева и наша команда. Оставляйте свои заявки. Ссылка будет дана в описании. Субтитры создавал DimaTorzok